добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока а сегодня у нас новомесячье то что называется рушходыш наступает новый месяц месяц кисле в кисле месяц важный месяц когда нашей истории происходили чудеса чудеса связанные с праздником ханука так что всех поздравляю снова месячем добрый день вот появились первые слушатели если будет какая-то загвоздка заминка то есть не слышно или или плохо видно вы мне как-нибудь сообщите еще раз с новым месяцем месяц кисле в начинается у нас два дня рушходышного месяца сегодня поскольку сегодня вот 30 день предыдущего месяца мархишван и он считается уже рушходыш и завтра еще первое число уже месяца кисле так что у нас скоро праздник ханука ну не так скоро но через 25 дней тема нашего урока сегодняшнего она связана с недельной главой мы в эту неделю читаем и главу толдот и я объясню почему о чем я хочу сегодня с вами поговорить как ни странно хочу поговорить с вами сегодня звезде давида то что называется маген давид звезда давида ну наверное все знают что вот это вот шестиконечная звезда она является на сегодняшний день по крайней мере символами еврейского народа многие носите он цепочки на шее символизируя свое причастие к еврейскому народу мы два слова буквально о истории происхождения этой звезды на самом-то деле маген давид щит давида некоторые считают что воины давида имели щиты на которых было такое изображение или вот они имели форму такую может быть так а может быть не так многие исследователи связывают маген давид с храмом иерусалимским именно с свечником считается что вот цветок который держал чашечку он имел шесть лепестков есть разные варианты есть разные варианты шестиконечный шесть конечная звезда есть в символах в синагоге в кварнах уме то что называется капернаун там есть ну там если свастика на самом-то деле там тоже есть как некий некий некая часть орнамента всем еще раз здравствуйте но на самом-то деле маген давид это более позднее более поздний символ еврейские есть более древние символы еврейские допустим там не знаю шафар или и трог или там грозь винограда которые несут два человека на шестах это более позднее это более ранний символ израильский звезда давида она более позднее достоверно исторически достоверно что в четырнадцатом веке до по в четырнадцатом веке если мне память не изменяет это 1354 год община города прага получила разрешение иметь свой флаг и на этом флаге была изображена шестиконечная звезда если вы как-нибудь вот ненароком попадете в город прагу и зайдете в одной шир в старую новую синагогу одну из самых древних синагог европы то там прямо вот это вот флаг он есть там и вы можете посмотреть вот эту шестиконечную звезду которая на нем изображена и после этого где-то уже после четырнадцатого века начинается распространение вот этих знаков на разные европейские общины и уже в 18 в 19 веке а тем более в двадцатом этот знак становится действительно как будет опознавательным знаком евреев и благодаря конечно тому что желтые шестиконечные звезды было приказано носить в качестве опознавательных символов в свое время в двадцатом веке то вот этот знак просто укрепился уже как еврейский знак тем более что сионисты поместили его на флаг израиль и это стал государственным флагом государства израиль поэтому вот это вот полотнище бело-голубое шестиконечным шестиконечной звездой и то есть а символ государства израиль хотя знаете знаете этот этот символ есть на флагах не только израиль и есть другие государства которые вот это вот символику шестиконечную имеют почему я сегодня заговорил о шестиконечной звезде много толкований есть Очень много толкований есть с того, что такое шестиконечная звезда, что это вот такие два треугольника перевернутых, входят один в другой, один спускается с неба на землю, другой с земли поднимается на небо. Каббалисты говорят, что это вот семь сферот, шесть концов и точка в середине. Все может быть. Я предлагаю вам сегодня немножко другое истолкование вот этой шестиконечной звезды. И вот с чем оно связано. Дело в том, что мы не устоим повторять вслед за нашими мудрецами, что дела отцов – это знак для их сыновей. Маосе авот симан лебаним. Так говорили Хазаль, наши мудрецы говорили, что дела отцов – это знак для их сыновей. Что это значит? В данном случае, ведь мы же, вот эти вот главы, которые мы сейчас читаем, связаны с нашими праотцами. Вот главы были связаны с Авраамом, вот сейчас мы читаем главы, связанные с Ицхаком, дальше пойдут главы, связанные с Яковом. И все, что с ними происходило, все события, в которых они участвовали, это своего рода знак для нас, для их потомков. Ну, что значит знак? Это значит, что они нам застраивают определенные пути, они добывают для нас определенные качества, которые потом у нас будут каким-то образом проявляться. Поэтому очень важно проследить, внимательно прочитать, что происходит с нашими праотцами. И там нет проходящих моментов, там каждая деталь очень важна, просто нужно внимательно вчитываться и выяснять для себя, что это значит, а что это значит. Наши праотцы много путешествуют, передвигаются, начиная с Авраама, и они попадают в разные места. В разные места попадают, в этих разных местах с ними разные события происходят. Так вот, я сегодня хочу с вами побывать в одном городе, в городе Беер-Шева. Беер-Шева существует на сегодняшний день такой город, и в древности существовал такой город. Но они находятся не на одном и том же месте. На сегодня есть Тель-Беер-Шева, то есть Курган-Беер-Шева, он находится, так скажем, северней того места, где находится сегодня город Беер-Шева. Беер-Шева, столица Негева, город, который растет, замечательный университет там есть, там многое что есть, много новых репатриантов там живет. Беер-Шева. Так вот, Беер-Шева, вот это название, возникает впервые в связи с Авраамом. То есть, когда наш праотец Авраам, его жена Сара, какое-то время, достаточно долгое, живут у Плештим, у Филистимлян, это в предыдущей главе было, главе Ваера, там возникает конфликт, и Авраам уходит. Авраам уходит из этого города, не из этого города, из этого места, города никакого нет. он живет у Плештим, под покровительством их царя Авимелеха, и вот Авраам собирает все свое имущество, всех своих людей, и уходит оттуда. И дальше, значит, Авимелех и Фихол, его главнокомандующие, догоняют Авраама, и между ними происходит некая сцена. Короче говоря, Авраам преподносит им семь овец, семь овец, и те спрашивают, а что такое, что за семь овец? И вот он говорит, что семь овец – это в честь нашего союза. То есть Авраам и Авимелех заключают союз. И вот этот союз, он дает начало названию Бершева. То есть там спор идет вокруг колодцев все время. Авраам и его слуги откапывают колодцы, а колодец – это жизнь, это жизнь, колодец – это вода, это жизнь, а работники Авимелеха закапывают их обратно. Вот такой конфликт есть. И вот этот колодец, Бер – это колодец, Шева – это клятвы, вот эти вот, значит, семь овец, Шева – Шева – это сема, Шева – это клятва. Это практически одно и то же слово. И вот этот колодец клятвы, он говорит о том, что между филистимлянами и Авраамом, и этой семьей заключен союз. И в честь этого союза возникает город Бершева. Вот об этом как раз написано в главе Ваира, вот 21 глава, 31 стих написано. И поэтому названо это место Бер – Шава, потому что там поклялись двое, то есть они вдвоем заключили этот союз. Вот это место было обозначено. Бер – Шева – там, где Авраам и филистимляне, в частности Авеменах, заключили союз. Замечательно. Далее мы перескакиваем в нашу главу, в нашу недельную главу Толдот. И там, как ни странно, тоже есть сцена, в которой участвует Ицхак, и тоже она связана с Бершевой. Каким образом? Ицхак и Ривка попадают к филистимлянам, к Лештим, и снова там завязывается конфликт, и опять-таки этот же конфликт связан с тем, что работники, рабы, работники Ицхака откапывают колодцы, реанимируют колодцы Авраама, его отца, а филистимляне говорят, нет, нет, это наши колодцы, наши, наши. И все время борьба за эти колодцы. И поэтому Ицхак уходит оттуда, уходит в Бершеву, вот туда, к этому месту, его опять-таки догоняет Авимелых, и между ними там есть сцена, и потом он уходит, и дальше такая история, очень интересная. Приходят к Ицхаку его работники и говорят, что мы откопали колодец. Авимелыха уже нет, он уже ушел. Мы откопали колодец, и в этом колодце есть вода. И тогда написано «И назвал Ото, Ота, видимо, эту воду, этот колодец, Шива, то есть клятва, Алькен Шемаир Беэр Шева, поэтому название города Беэр Шева». То есть он вот этот колодец, этот источник воды назвал клятвой. Теперь вопрос, о какой клятве идет речь? Либо о клятве, которую давал его отец, Авраам Авимелыху, то есть союз с Авимелыхом, либо какая-то другая клятва, потому что здесь не указано. Здесь Раши пишет, что да, из-за союза, из-за союза, но тоже не уточняет союза с кем, о каком союзе идет речь. Либо о союзе, который заключил отец, опять-таки Авраам, либо о другом каком-то союзе. Я все-таки думаю, что это о другом союзе, и это как раз о союзе со Всевышним. То есть, если Беэр Шева впервые связана с союзом Авраама и другими, Авраам и филистимляне, то Беэр Шева, в которой находится Ицхак, уже связана, мне кажется, с союзом между Ицхаком и Всевышним. Продвижение союзов идет как бы. И далее, еще раз, Беэр Шева у нас встречается в связи с Яковом. Напомню вам, это еще будет не скоро, это вот глава Ваегаш, история с Юсефом. И вот когда Юсеф открывается своим братьям и приглашает всю семью приехать в Египет, в Митсраем, вот тогда, значит, написано, что Яков собирает всю свою семью. И вот эта глава 46, 46 самое начало, написано «Ва Иса Исраэль вехол Ашерло веяво Беэр Шава». И поехал Исраэль, и все, что связано с ним, и приехали они, явились они в Беэр Шеву. И там Яков приносит жертвы на жертвенники, которые сделал его отец. Вот написано «Ве избах звахим» и принес жертвы Всевышнему, Всевышнему отца его Ицхака. Упомянут именно Ицхак, Ицхак там строил жертвенник. И дальше Всевышний обещает, обещает Якову, что он говорит, «Исраэль, не бойся, иди в Египет, спускайся в Египет, я тебя не оставлю, я буду в изгнании с тобой, и я умножу твое потомство». То есть, он ему дает какое-то определенное обещание. Вы можете его прочитать, это вот 46 глава. И вот это связано с Бершевой. Значит, знаете, с Бершевой связаны три момента. Первый момент, напоминаю, это союз между Авраамом и филистинами. Второй момент, это союз между Ицхаком и, я думаю, Всевышним. И третий, это обещание, которое было дано Якову, когда он покидал эту землю, когда он, по существу, уходил в Галут вместе со своей семьей. И это связано с городом Бершевой и с тремя клятвами. И вот они все, как бы присутствуют, связанные с тремя нашими праотцами, и это и есть знак для нас. Значит, смотрите, Бершева – это город, из которого мы выходим. Ну, особенно Яков, да, он спускается в Галут через Бершеву. Как же это связано с Маген Давидом? Как это связано с шестиконечной звездой? Если вы возьмете карту Израиля и от Бершева проведете прямую линию вверх, просто вверх, через весь Израиль, вы увидите очень интересную закономерность. Вы увидите, что на этой линии, как на оси, вокруг этой линии, как вокруг оси, собрано энное количество городов. Я вам сейчас скажу, какие. Значит, Бершева. Дальше, если мы вверх поднимаемся от Бершевы, мы точно попадаем в город Хеврон. И мы помним, что Хеврон с чем связан? С тем, что Авраам покупает там участок земли, там есть Маарата Махпелла, двойная пещера, и там была похоронена Сара, и там в дальнейшем будут похоронены все наши праотцы и праматери, все, кроме Рахели. Если вы еще выше подниметесь от Хеврона, то попадете точно в Иерусалим. И вы знаете, что такое Иерусалим? Это храм, храмовая гора, то, что будет куплено Давидом и построено его сыном Соломоном. Если вы еще выше подниметесь от Иерусалима по этой прямой линии, вы попадете в город Шхем. Что такое город Шхем? Это город, куда впервые приходит Авраам. Этот город, где Яаков, возвращаясь после своего двадцатилетнего отсутствия, покупает впервые участок земли. Там вся история с Диной. Ну, тот, кто знает, тот меня поймет. И там две горы есть. Эйвали Гризимы. Когда еврейский народ входит в землю Израиля, он проходит между двумя горами. С одной звучат проклятия, с другой благословение. И после мы входим уже в Кнанскую землю. Если еще выше подняться от Шхема прям по прямой, вы попадете в город Тверию. С чем связан город Тверия? Тверия связан с тем, что там в четыреста пятидесятом году был записан Иерусалимский Талмуд. То есть, источник нашего закона. Наше законодательство выводится из Талмуда. Не из Тары, из Талмуда, из устной традиции. И если вы от Твери проведете линию еще выше, то вы прямиком попадаете в город Сфат. А город Сфат это город раскрытия тайных смыслов Тары. Именно там жил величайший каббалист всех временных народов, так скажем, Ария Кадош, Аризаль, создатель Лурианской каббалы. И там в основном там похоронен великий Шимон Бар-Юхай, написавший со своим сыном книгу Зоар, великую книгу Зоар. И все, что связано с Цфатом, это связано со скрытыми смыслами Тары, самыми важными, самыми глубинными смыслами. И что мы обнаружили с вами? Мы с вами обнаружили вот следующие города. Даршева, Хеврон, Иерусалим, Шхем, Тверия, Цфат. Из них четыре города на сегодняшний день называются святыми городами Арая Кодыш. Это Хеврон, это Иерусалим, это Тверия и это Цфат. Священные города, ну, почему священные? На самом деле потому что очень хорошие и очень плохие, потому что именно в этих городах на протяжении всей истории всегда было еврейское присутствие. Всегда. Даже в самые сложные времена, времена крестоносцев, когда они не позволяли ни одному еврею жить в Иерусалиме, значит, евреи жили рядом с Иерусалимом и в Иерусалим приходили работать. Какие-то две-три семьи были. То есть в этих городах, в этих четырех городах всегда было еврейское присутствие во все времена. вот с момента, когда мы пришли туда, на эту землю, имеется в виду третий век до нашей эры, до... тринадцатый век до нашей эры и до сегодняшнего дня все время было присутствие. Поэтому эти города называются Арая-Кодыш, священные, святые города. Плюс каждый город связан с нашими праотцами и имеет определенное свое событие. Значит, вот эти вот шесть городов, вот для меня это и есть шесть оконечностей, шесть пунктов. И каждый город имеет свое значение, свой смысл. Какой? Я вам сейчас перечислю. Значит, смотрите. Город Шхем. Это город, где мы входим. Это ворота в страну Израиля. Сюда входит Авраам, сюда входит Яаков, сюда входит народ Израиля. Это то место, это вход в Эр-Цесраиль. Это город Шхем и две горы, которые там расположены. Город Бершева это выход из Эр-Цесраиль в Галут, в частности, в Митсраим. Поскольку весь мир это либо Исраиль, либо Митсраим. Есть только два состояния. Либо ты в Израиле, либо ты в Митсраиме. Значит, из Израиля в Митсраим попадают именно через Бершеву, а возвращаются через Шхем. Значит, Бершев это исход. Хеврон. Хеврон и это Мератам Испехла, ведь известен Медраж, почему Авраам выбирает именно эту пещеру, потому что там он узнает, что там похоронены Адам и Ева. Адам и Ева и наши мудрецы говорят, что именно через эту пещеру приходят души в этот мир и уходят души из этого мира, поскольку там похоронены Адам и Ева. Они главный пропускной пункт душ спускающихся и поднимающихся. Значит, Марата Махпила, вот эта вот двойная пещера, это вход и выход душ из одного мира в другой. Иерусалим это место храма. Место храма это связь духовного и материальных миров. Это место храма. Дальше идет Тверия. Это связанное с законом, с Талмудом, с источником нашего закона, Иерусалимским Талмудом. И город Сват, это связан с тайными смыслами Тары. Вот шесть точек. И эти точки, они находятся четко и ясно на одной линии, практически на одной линии, или чуть-то, я не знаю, миллиметр. Но если вы проведете эту линию, то вокруг этой оси все эти города расположены. Таким образом, вот эта вот священная ось от Бершева до Цфата собирает все вот шесть вот этих точек. И вот эти вот шесть точек это и есть для меня шестиконечная симметрия, которая символизирует еврейский народ. Если вот еврейский народ как точка и шесть точек вокруг него, равноудаленных, то это и есть Магендавид. Это и есть Магендавид. То есть топологически, типа топографически, я бы сказал, географически Магендавид для меня связан вот с этими шестью городами, хотя они как бы строятся по одной линии, но смысл их таков, что все они находятся на равноудаленном расстоянии от того, что называется Амисраэль, еврейский народ, и таким образом определяет или организует шестилучевую симметрию. Вот это один из смыслов для меня на сегодняшний день того, что мы называем Магендавид. И что интересно, что когда начинается возрождение Израиля в 19 веке, когда возникают первые волны Алии, то мы естественно покупаем ту землю, люди, которые возвращаются, покупают ту землю, которую турки продают. А землю в основном продавались на побережье, там были пустоты. И получается так, что современный Израиль, современный Израиль, он выстроен по побережью. То есть все города побережья, начиная от Ашкелона и кончая севером там Акка, Акку, Нагария, они все вот эти города по существу, все новые города там Ашкелон, Аждот и так далее, они идут вдоль берега, ну там Рыховат чуть-чуть в стороне, Петахтиква чуть-чуть в стороне, немножечко в стороне, но все равно они связаны с прибрежной равниной. В основном это побережье. И получается вот есть у нас две линии. А первая линия это линия того Израиля, да, от Бершевы до Цфата, это одна линия, это линия древнего Израиля и линия современного Израиля это от Ашкелона до Нагарии вверх. И вы видите, что это вот такие параллельные линии. Мне кажется, что в этом есть определенный конфликт, потому что наши праотцы задали вот другую дорогу, да, они задали дорогу вот эту вот, которая идет по гористым склонам. Там, видимо, наша историческая родина. Но, к сожалению, из всех тех шести городов на сегодняшний день Хеврон не у нас и Шхем не у нас. Вот эти вот важные города ни Хеврон, ни Шхем не принадлежат нам. Ну, хотя Иерусалим, Твери, Цфат, Ибершева, да, это вот наши города. Вот если бы на сегодняшний день каким-то образом Хеврон и Шхем были бы у нас, я думаю, что в духовном смысле мы были бы гораздо сильнее. И это бы приблизило, наверное, приход Машиаха. Но, по крайней мере, что для меня было интересно, что вот вдруг я для себя обнаружил, что упоминание о Бершеве, о том, как вот возникает это имя и что оно связано, как ни странно, со всеми нашими праотцами, но по-разному. Авраам вовне, Ицхак уже внутрину вверх и Яаков сверху вниз. То есть, есть разные как бы направления, связанные с этим местом, которое называется Бершева. Причем, смотрите, Бершева это же это граница, граница между жизнью и смертью. Вот за Бершевой сразу начинается пустыня, пустыня Негев. Это достаточно сложное место, по крайней мере, для жизни. Перед Бершевой, то есть, севернее Бершевы, это более нормальная жизненная полоса, такая, там пшеницу выращивают, там достаточно количество осадков выпадает для того, чтобы жить. И поэтому Бершева и колодец, кстати, сейчас там есть, вот в центре города есть этот огромный колодец, который называют колодцем Авраама, и туристы, которые приезжают, они могут его узреть, это огромный колодец, диаметр какой-то, глубина невероятная. Как раньше копали, вот так и копали, вот так и копали, так и достигали воды. То есть, Бершева стоит на грани жизни и смерти, жизни чуть севернее, пустыни чуть южнее. То есть, ты выходишь из Бершева на юг, ты выходишь в пространство, в общем-то, смерти, не жизни. И это очень важно. И, видимо, Бершева имел какой-то очень важный смысл. Почему? Потому что вот все наши праотцы именно с этим городом, не только с этим, но вот, по крайней мере, в наших недельных главах они связываются с этим городом. И вот я хотел обратить внимание ваше на этих шесть городов. Я надеюсь, вы запомнили их и когда вы рассмотрите карту Израиля, еще раз убедитесь, что действительно вот эта вот вертикаль от Шхема до Сфата, она поднимается прямо вертикально вверх. И каждый город теперь, вы уже, наверное, будете помнить, имеет определенные смыслы. Еще раз повторяю, Шхем – исход, Хеврон – приход и уход душ в этот мир, Иерусалим – связь духовных и материальных миров через храм, Шхем – вход, в Святую Землю, Твери, Иерусалимский Талмуд – источник закона и Цфат – это тайные смыслы Тары, то, что называется Кабала. Вот это вот и есть у нас Маген Давид, это и есть щит Давида, наша защита. Все эти вот шесть точек. Вот об этом я с вами хотел поговорить. Я хочу посмотреть, есть ли какие-то вопросы, что-то вот, кто-то мне о чем-то спрашивает, если спрашивает, если я найду вопрос, то я нет звука. Но тут же написано, что слышно. Что вам всем нет? Ну, для кого-то нет, да, нет звука. Смотрите, странно смотрит. Ходиштов еще раз вот всем, всем привет. Так, так, снова нет звука. Вот кто-то говорит, что у него есть звук. Звуки есть, у меня есть звук. Ну, все упирается в звук, да, в звучание. Ну, конечно, звучащее слово, это хорошее слово. Ходиштов, хорошего месяца всем опять-таки, вот, всему еврейскому народу народ вот желает. Так, хорошо. Так, вот Юля смотрит. Здрасте, Юля. Здрасте. Звук был. Все, 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 Ну, ладно. Хорошо, хорошо. Я вам желаю всего хорошего, еще раз, хорошего месяца, хода штов, ну, и истинных чудес, и шаббат шалом. Шаббат шалом, всего хорошего. До свидания.